Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Гарри Поттера «Философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали вторую часть главы, которая называется «Полночная дуэль». Сегодня начнет третья часть этой главы. Ну что, поехали. Мадам Трук приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. Невилл сильно хромал. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы мадам Трук могла что-либо услышать, Малфе расхохотался. Вывели его физиономию. Вот неуклюжий, настоящий мешок. Остальные первокосники Слизерина присоединились к нему. «Заткнись», — Малфе оборвало его порвать и патил. «О, ты заступаешь из этого придурка-долгопупса?» — спросила Пенси Паркесна девочка Слизерина с кругом и чёрными лицами. С чёрными лицами. «Никогда не думал, что тебе нравятся такие толстые плактивые мальчишки». «Смотрите», — крикнул Малфе, меднувшись вперёд и поднимаешься до земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему бабка». Напоминалка заблестела в лучах солнца. «Отдай её мне», — Малфе не громко сказал Гарри. «Все замерли и повернулись к нему». Малфе нагло снеснулся. «Я думаю, я получу её куда-нибудь, чтобы Долгопупс потом достал её оттуда, например, на дерево». «Дай сюда», — загорал Гарри. Но Малфе вскочила на метлу и взмыл в воздух. Похоже, он не врал насчёт того, что действительно умеет летать. И сейчас он легко парил над верхушкой, росшего около площадки раскидистого дуба. «А ты отбери её у меня, Поттер Хромко», — предложил он сверху. Гарри схватил метлу. «Нет», — вскрикнула Гремлёна Грэнджер. И Гарри застыл. «Мадам Трук запретила нам это делать. Из-за тебя у Гриффиндера будет неприятность». Она была права, но всё же Гарри проигнорировал её предупреждения. Крой стучал в его голове, заставляя забыть обо всём. Он вскочил на метлу с силой, толкнулся ногами от земли и влетел. Он почувствовал, как ветер зерошил его волосы, услышал, как захлопала его одежда, и вдруг его ухватил приступ внезапно сильной, почти безграничной радости. Оказалось, что он так боявшийся, что не умеет ничего, всё-таки что-то может. Что-то, чему его не надо учить, для чего ему совсем не обязательно было воспитываться в семье волшебников и летать с самого детства. Потому что он летел, и это было очень легко, и это было прекрасно. Он чуть-чуть отклонился назад и поднял ещё больше под удивлённые крики его при ужасе, оставшихся на земле девочек и одобрительные возгласы Рона. Гарри резко развернул метлу, оказавшись лицом к лицу с Малфоем, в виду того был уземлённый. «Дай сюда!» — крикнул ему Гарри. «Или я собью тебя с метлой!» «Да ну, не стивательски!» — переспросил Малфоем. Однако, несмотря на то, на его лице появилась сбочность. Гарри откуда-то узнал, что ему надо делать. Он нагнулся вперёд, а крепко охотился за метлу обеими руками, и она рванулась на Малфоя, как вылетевший из пращи камень. Малфоя едва успела уклониться, а Гарри проскочил мимо, резко развернулся и выровнял метлу. Снизу расставились аплодисменты. «Что, Малфоя, заскучал?» — громко крикнул Гарри. «Ты сейчас один, краб и Гойла рядом нет, и никто тебе не поможет!» Кажется, Малфоя осенила та же мысль. «Тогда поймай, если сможешь!» — заорал он. И метнув стеклянный шар, высоко в небо рванулся вниз к земле. Гарри видел, словно в замедлённой съёмке, как шар поднимается вверх, на мгновение застывает в воздухе, а потом начинает падать. Он нагнулся вперёд, направил рукоятку метлы вниз. В следующую секунду вошёл в почти отвесные пики. Скорость всё увеличилась, в ушах свистел ветер, заглушая испуганные вопли стоявших внизу. Но Гарри вытянул руку, не снижая скорости, и когда до земли осталось не более полуметра, поймал шар вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. «Гарри Поттер!» Сердце его рухнуло в пятки быстрее, чем он пикировал к земле. К нему убежал профессор Макгонагл. Гарри поднялся на ноги, дрожа от предчувствия того, что его ожидал. «Никогда, никогда, всё время я работаю в Холловице!» Профессор Макгонагл осеклась от волнения, ей не хватило воздуха, но очки её яростно посверкивали на солнце. «Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею!» «Это не его вина, профессор!» «Я вас не спрашиваю, мисс Паттелл!» «Но Малфой!» «Достаточно, мистер Уисли!» «Подрадите за мной немедленно!» Харри заметил ликующие улыбки на лицах Малфо и его друзей, и попрел с трудом, передвигая ноги за профессором Макгонагл, направляющимся в сторону замка. Он хотел сказать что-нибудь, как-то потребовать, а продавцом у него что-то случилось с голосом. Профессор Макгонагл быстро шла вперёд, не обращаясь на него, и Харри пришлось ускорить шаг, даже перейти на бег, чтобы не отстать. Что ж, было похоже, что всему пришёл конец. После того, как он не пробыл в школе двух недель, и теперь уже через 10 минут он будет укладывать свои вещи обратно в чемодан. Что интересно скажет Дурсли, когда увидят его на порой своего дома. Они поднялись по ступенькам, ведущим к выротам замка, потом по мраморной лестнице. Профессор Макгонагл всё ещё молчала. Она резко распахивала одну дверь за другой, быстрым шагом пересекала коридор за коридором, а грустный и печальный Гарри покорно заменил за ней. Наверное, профессор Макгонагл вела его к дамбу. Куда же ещё? Ну вот и всё. Мы прочитали третью часть главы, которая называется «Полночная дуэль». В следующей серии начнёт четвёртая часть этой главы. Это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока!